Всем привет! Снова Римфорлд, и на этот раз я понизил планку и решил попытать свою счастье не в пустыне, а в Тайген. Что нам нужно для начала? Конечно же первый поселенец, 17-летняя Альфа, как раз хочет собирать, строить и убивать всех, кто нам в это помешает. Правда ведь? Да я как-то... Отлично! Находим комфортабельную стальную коробку и, о боже, дерево, оно повсюду. Строим стены как можно скорее, не дожидаваясь, пока наше мертвое тело унесут аборигены. Намечаем киллбокс, собираем ягодки, сажаем картошку. Жизнь идет своим чередом, так ведь? Но спешу вас огорчить. Видите этот навык строительства? Он, кажется, первого уровня. А какой навык написан чуть пониже ловушки? Таким красненьким. Ой, кажется, третий? Какая неудача! Нет, конечно, можно его по-быстрому повысить через постройку кроватей. Думал я. И пока вы видите умирающую надежду, перейдем к кому-нибудь, кто сможет построить хоть какую-нибудь ловушку. Добрый скиталица Дженнифер, ты же нас не огорчишь? Посередине карты нет ни одной захудалой коробчонки, поэтому строимся сбоку. И да, кажется, никто не идеален. А сколько тут елок? 3, 6, 13, 23... Короче, ставок на растеневодство 0, это займет какое-то время. Маленькая коморка у скалы? О чем еще можно мечтать? Да и вы посмотрите, кровать нормального качества. Кажется, кто-то делает заявки на победу. Ну, беги пострелять немного по крысам, а я вам расскажу стишок про косолапого мишку. Мишка косолапый, по лесу идет, в базу к нам заходит, ножки нам грызет. Мишка, Мишка, поскорей, ты зови своих друзей, а не то от злобы сильные, умертвим тебя насильно. Как там, врач на английедеского стишка не находите? Какая разница, у нас теперь есть куча мяса, спасибо, Миша. Обращайтесь. Перевязываем наши пяточки и хорошо бы настроить киллбокс до прихода этого маньяка с ножом. Ой, кажется, енотик хочет проверить нашу защиту на прочность. Оп! Кстати, киллбокс готов, а Мишка на заднем фоне это тот, что из стишка, но еще живой. Хотя вы видели, как я его разделываю. Сейчас все поправим. Ой, крепок оказался, две ловушки нам сбил. А вот он и налетчик, давно мы его ждем. Не будем долго отвлекаться, он сам по себе умрет. А пока я хочу вам показать, что я делал очень редко в этой игре. Это шить ее туники и шкур животных. Пришлось повозиться с охотой на енотов, белых и крыс, но результат того стоил. На заднем плане у нас уже есть игрот, а это значит строим генератор электричества на дереве. Как это связано? Ну, не знаю, мне же нужно было как-то к этому подвести. Хранение еды в морозильнике и все такое. Почему именно генератор, а не ветряная мельница? Потому что я так захотел. Ну, а небольшая комната под холодильник уже построена. Еда там лежит, осталось только подвезти к кондиционерам. Ах да, вот и он. Как удобно, когда у тебя есть монтаж и не нужно долго ждать постройки. Там сборы ресурсов, за компонентами я вообще бегал на другую конец карты. А так, раз и готово. Эх, тишь, гладь, да божья благодать. Жизнь есть где. Хранить еду тоже есть где. Осталось подслегнуть себе еще один голодный рот, чтобы называться настоящим поселением. Может это нам свезет в следующей серии? А может не свезет? Ну а вы и не узнаете это, если не подпишетесь на канал, попустите и все тут. Еще, кстати, лайк поставить можете, комментарий барски оставить. Спасибо, что смотрели. Еще свидимся.